принимать, доставлять, разгружать и хранить газа на объекте Как это лучше делать Как это правильно делать, чтобы избежать боя бетона Как избежать проблем с дорогами, разгрузкой Потом с измерением размеров Потому что частая проблема у людей Когда они выгружают весь свой газобетон 100 кубов на фундамент А потом не знают, что с ним делать Потому что невозможно померить диагонали Невозможно померить никакие размеры И поставить ровно хотя бы первый ряд Не говоря уже о последующих Потому что последующие зависят именно от первого ряда привет продолжаем наш сериал о строительстве своего дома от а до я дома в частности из газобетона сегодня мы переходим уже к следующей серии надеюсь ветер и шум горелки не сильно вам мешает прошу прощения в предыдущей серии мы разгрузили газобетон оставили его на правильное хранение перед этим доставили его сегодня следующий этап это гидроизоляция вообще гидроизоляция формально требуется по сп-15 каменные армокаменные конструкции а также 100 на тут мне придется залезть в телефон и процитировать эти конкретные требования пункт 13.2.2 100 на ок в нем говорится что при укладке первого ряда блоков на основании из капиллярно-пористых материалов следует устраивать отсечную горизонтальную гидроизоляцию технически да это нужно делать но на практике уже сделал вывод что это совершенно не обязательно потому что современные фундамент сделаны из бетонов класса b22 с половиной и выше при этом марку по водонепроницаемости они имеют w4 как минимум и поэтому какая-то вода вряд ли поднимется в нашем случае вообще бетон b30 он лежит на 100 миллиметров fps а но это только ребра жесткости в плите вообще на 300 миллиметров fps а и также вы как увидите сделана пленка песчаной подушки поэтому я не уверен что даже хоть капля воды поднимется капиллярно по бетону но мы все равно выполняем это формальное требование благо это получается совершенно финансово не затратно довольно таки дешевое мероприятие лучше сделать чем не сделать потом какие-нибудь проверки от производителя или технодзора будет геморрой ну его нафиг лучше сделаем сразу тем более что это стоит довольно таки дешево но в нашем случае мы делаем одним слоем почему потому что нас вообще у шипа для у шипа гидроизоляция это по сути не нужно потому что это теплый контур там воды никогда не будет потому что плита у нас постоянно имеет высокую довольно таки температуру защищена со всех сторон fps mpps а пленками бетон как я уже сказал высокой марки и получается что ну как бы это выброшенные деньги с одной стороны а другой стороны но это более-менее спокойствие и не за что переживать делаем и делаем вообще есть два вида гидроизоляции два варианта которым из которых можно сделать эту гидроизоляцию первый это гидроизоляционные растворы а второй это битумные рулонные материалы ну как и в нашем случае сначала поговорим быстро гидроизоляционных растворах потому что это не самый традиционный способ редко кто им пользуется но все же так вкратце скажем гидроизоляционные растворы они имеют нулевой капиллярный подсос вот что такое капиллярный подсос газобетона именно и для из-за этого и делается гидроизоляция свежий раствор в котором достаточно много влаги сверху газобетонный блок и газобетон начал высасывать влагу из раствора поднимая ее по своим капиллярам вверх поэтому и делается гидроизоляция между фундаментами газобетоном чтобы газобетон не мог по своим капиллярам вот так вот поднимать влагу в стену и объемную гидрофобизацию что исключает вообще какой-либо подъем влаги по капиллярам из бетона в газобетон в нашем случае наносится эти растворы прямо на бетон потом не к сразу кладется газобетон есть один нюанс у них у этих гидроизолирующих растворов это то что становится необязательным армирование первого ряда кладки газобетона почему потому что у нас получается так что газобетон четко встает с хорошим трением на фундамент то есть они сцепляются по простому склеиваются газобетон с фундаментом и тогда из-за этого температурно-усадочные деформации они у нас как раз таки сдерживаются за счет сцепления с бетоном но я все равно рекомендую даже при применении гидроизоляционных растворов армировать первый ряд кладки в любом случае ну а собственно при применении второго варианта гидроизоляционных материалов это битумные рулонные материалы в любом случае нужно армирование первого ряда кладки потому что у нас первый ряд становится условно скользящим по фундаменту то есть они независимы друг от друга нет между ними какого-то сильного сцепления да у нас приклеивается наплавляется гидроизоляция и потом раствор имеет вот с нашей по крайней мере гидроизоляции с мелкозернистой среднезернистой подсыпкой хорошее сцепление но в любом случае считается что сцепление между газобетоном и фундаментом нет и для этого чтобы нам как-то чем-то поглотить температурно-усадочные деформации в газобетоне ну надо про армировать этот ряд газобетон ну и как я уже сказал гидроизоляционные раствора это довольно таки нетрадиционный способ гидроизоляции традиционный вот он это битумные рулонные материалы нашем случае это технониколевская гидроизоляция по стеклохолсту она имеет довольно таки хорошую толщину и это крупнозернистая посыпка ну и как я уже сказал она обеспечивает хорошее трение с раствором наносим мы ее наплавляем с помощью обычной паяльной лампы ну в одной бригады нас паяльная лампа у другой бригады у нас газовая горелка большая не суть важно главное это сделать этот материалы по цене и функционалу это не рубероид совсем потому что рубероид он очень тонкий и если делать гидроизоляцию рубероидом то под него надо по-хорошему делать выравнивающий слой раствора чтобы какие-то мелкие ну такие вот камушки не порвали этот рубероид потом поэтому слое раствора укладывать рубероид и сверху опять слой раствора на который будет укладываться непосредственно сам газобетон здесь же теклохолст с битумным покрытием мы его наплавляем он имеет хорошую толщину и в принципе не рвется по цене эта штука стоит 100 рублей квадратный метр или 900 рублей рулону плюс-минус на этот фундамент при толщине стен 250 миллиметров нам понадобилось 4 рулона но грубо говоря там 4000 рублей совсем ни о чем поэтому делаем и не жалеем кто-то делает эту гидроизоляцию в два слоя я же в этом не вижу смысла по выше указанным причинам потому что по сути то что мы сейчас делаем это тупо формальное мероприятие которое можно было бы не делать и зачем делать два слоя мне тем более непонятно делаем в один не паримся современных реалиях это нормально ну а следующим этапом и следующем видео у нас будет укладка первого ряда из газобетона это знаю на самый ответственный самый важный ну скажем так день или этап в кладке стен поэтому не забываем подписаться на канал лупить колокольчик чтобы не пропустить эти видео которые у нас будут дальше идти полноценным плотным графиком всем пока и давайте разбираться вместе